В этом уроке мы поговорим с вами про абстрактные классы. Итак, абстрактные классы это те классы, экземпляры которых мы не можем создавать, но мы можем их наследовать. И абстрактные классы могут содержать или не содержать абстрактные методы. Абстрактные методы это те методы, которые имеют какое-то описание, но не имеют тело метода. То есть мы можем создавать абстрактные классы, указывать в них какие-то методы, не описывая тело данного метода, и в дальнейшем наследовать данный класс и переопределять наши методы, которые уже заданы. То есть мы можем создать какой-то шаблон, в котором указать методы, которые должны присутствовать, и в дальнейшем наследовать данный класс, уже переопределить данные методы. Давайте попробуем создать такой класс. Давайте создадим новый класс, назовем его Animal. И для того, чтобы сделать наш класс абстрактным, мы должны написать соответствующее ключевое слово. То есть в наше описание класса мы добавим слово Abstract. И теперь наш класс стал абстрактным. Давайте теперь попробуем описать в нем какие-то абстрактные методы. Как это будет выглядеть. Давайте напишем. Таким образом выглядит наш абстрактный метод. То есть мы его описываем так же, как обычно, но добавляем так же ключевое слово Abstract, как и в описании класса. И обратите внимание, что в описании данного метода мы не оставим фигурных скобок и не пишем тело данного метода. То есть мы только объявляем наш метод. И таким образом классы, которые будут наследоваться от данного класса, должны будут реализовать данный метод. Ну, к примеру, мы создали абстрактный метод SaySomething. И также давайте добавим еще какой-то абстрактный метод. К примеру, метод It. Также наш класс может содержать, к примеру, не абстрактные методы. Давайте напишем так же какой-нибудь метод. Как видите, мы написали полностью какой-то метод, который реализован. Это метод Vogue, и в нем есть какое-то тело. То есть данный метод не является абстрактным, мы не помечали его ключевым словом Abstract. То есть это реализованный готовый метод, который будет также присутствовать в наших классах наследников. Ну и также у нас есть два абстрактных метода, которые сейчас не реализованы. Однако мы указали, что данные методы будут иметься в наших наследниках. И мы будем обязаны их реализовать. И также в описании нашего класса мы указали слово Abstract, что означает, что данный класс является абстрактным. Ну, соответственно, что мы теперь можем сделать дальше? Давайте создадим новый класс. Назовем его Cat. И теперь давайте реализуем, точнее укажем слово Extents и наш класс Animal. Как видите, мы получаем сообщение о том, что мы должны реализовать абстрактные методы. Давайте нажмем на нашу подсказку, Implement Methods. И выберем оба метода. И как видите, теперь мы должны переопределить наши абстрактные методы. То есть те методы, которые не реализованы в классе Animal, которые являются абстрактными, мы должны указать теперь их тело в нашем новом классе Cat. Ну и давайте это сделаем. Ну, к примеру, таким образом будет выглядеть метод SaySomething. И таким образом будет выглядеть метод It. То есть мы в нашем абстрактном классе Animal указали два каких-то абстрактных метода, но не реализовали их. И теперь в классе Cat мы реализовали данные методы. Ну и также этому классу присущ метод Vogue, который уже реализован в абстрактном классе. И теперь давайте создадим, к примеру, еще какой-то класс. Назовем его Doc. Также напишем ключевое слово ExtendsAnimal. И нажмем ImplementMethods. И в данном классе мы также должны описать тело наших абстрактных методов. Ну и также в классе Doc мы переопределили наши абстрактные методы. Ну и, соответственно, мы можем, к примеру, добавить какие-то свои методы также сюда. Это, собственно, как мы это делали при изучении наследования. Как видите, мы также добавили свой метод в класс Doc и реализовали методы, которые являются абстрактными в абстрактном классе Animal. То есть мы создали абстрактный класс Animal, написали в нем абстрактные и неабстрактные методы. Далее мы наследовались от данного класса и переопределили абстрактные методы. И теперь мы также, в принципе, как и делали уже ранее, можем написать какую-то нашу программу. Давайте воспользуемся каким-то абстрактным методом. И так же сделаем с объектом Cat. Давайте теперь запустим нашу программу. Как видите, наша программа выполнилась успешно. То есть мы создали объекты наших классов, вызвали в них методы. И таким образом мы использовали абстрактный класс Animal. То есть для того, чтобы создать абстрактный класс, нам нужно в описании класса добавить ключевое слово Абстракт. И при необходимости добавить абстрактные методы, в описании которых мы также добавляем слово Абстракт и не указываем тело данного метода. Данные методы мы должны будем реализовать в классах, которые наследуются от нашего абстрактного класса. Все довольно просто. И теперь давайте перейдем к изучению следующих уроков.